Битва за Бахмут вступила в последнюю решающую фазу. Российские СМИ сообщают о разрушении дамбы у озера Северный, что привело к затоплению северной части города, в частности микрорайона Ступки. На данный момент отмечается постоянное повышение уровня воды. Этим ВСУ остановили продвижение противника с северной части города и отошли к заводу по обработке цветных металлов, который занимает значительную территорию и представляет собой мощное укрепление. Пока что не вполне понятно, сможет ли разрушение дамбы остановить наступление вагнерцев в поселке Ягодное, откуда они предпринимали активные попытки проникнуть в частный сектор, находящийся возле этой дамбы, с целью установить контроль не только над ним, но и лесным массивом далее, который было бы крайне неудобно защищать ВСУ из-за этого искусственного озера. Как вы можете видеть, лесной массив позволил бы не только блокировать северную часть Бахмута, но и сблизиться с дорогой 00506 Бахмут-Часовой Яр, которая и является целью наступления с северного фланга после перерезания трассы М03 Бахмут-Славянск и взятия села Берховка и поселка Ягодное. На данный момент бои идут в лесопосадках у Берховского водохранилища. Также, пользуясь ночным прикрытием, вагнеровцы пытаются максимально продвинуться по полям. Нет уже никаких сомнений, что командование ВСУ приняло решение оставить город и на данный момент предпринимает все меры для того, чтобы максимально оттянуть вывод гарнизона. На южном фланге ВСУ удалось отбить все атаки на важнейшее село Ивановское, утеряя которого может привести к полному окружению гарнизона. Контратаками они потеснили противника не только от трассы Т-0504, но и вынудили непрерывным воздействием артиллерии отступить от села наступающим по открытой местности штурмовым группам, которые отошли ближе к Лещевке. Из-за неудачных попыток овладеть упомянутой трассой и селом Ивановское, российские войска пытаются растянуть линию фронта здесь, для отличения сил противника от этой основной цели. Для этого наблюдаются попытки наступать на село Ступочки. Пока что ВСУ удается удачно сдерживать противника на этом фланге, однако удерживать карнизон в Бахмуте под такой сильной угрозой с обоих флангов не представляется возможным. На Сватовском направлении отмечаются попытки войск РФ наступать на Купенск. После того, как удалось вытеснить противника с левого берега реки Оскол у поселка Двуречное, идут тяжелые пехотные бои вдоль реки и попытки зачистить лесной массив у села Лиман-1, который контролирует российская сторона. В случае продвижения в этих лесных массивах над левобережной частью Купенска нависнет серьезная угроза и, что очень важно для этого сектора фронта, будет под опасностью снабжения ВСУ по трассе Купенск-Кременная, что быстро скажется на фронтовой линии, которая проходит вдоль этой трассы до села Новоселовское. Сражение за Кременские леса на данный момент находится в патовом положении. Россиянам удалось потеснить противника, который опасно близко подошел к Кременной и выйти на линию Белогоровки. Однако, дальнейшее продвижение не удается и шанс получить преимущество здесь у войск РФ будет после взятия Бахмута и наступления с него на Северск и весь правый берег Северского Донца, взятие которого позволит усилить натиск и на левом берегу. На этом сегодняшний обзор подошел к концу. Прощаемся с зрителями до следующего выпуска. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Для лучшего понимания ситуации на фронте перейдите по ссылкам в описании.